Прошу вас разъяснить, существует правило, инвестировать нужно в то, что понимаешь и можешь контролировать. Я не понимаю, что такое криптовалюта, как ее контролировать и главное защитить. Фактически готов инвестировать, следуя вашим примерам. К примеру, подскажите, как инвестор, можно ли вообще реально управлять этим активом, насколько велик риск этого всего. Поэтому мы хотим сделать свободное обращение к криптоюнита, дорогие друзья, чтобы вы имели быструю возможность контроля. Потому что если вам что-то не нравится, вы ее сразу же продали. Это ваше дело. А вот взять, если говорить управлением, да, вы можете иметь возможность управлять таким процессом. Почему? Потому что чем больше будет ваша сеть людей, которые приобретут токены криптоюнитов, значит, у вас будет больше голосов. Ну, приведу простой пример. Предположим, 10 миллионов человек, и они все являются держательными токенами. И у вас 7 миллионов человек, это ваша структура. И тогда вы уже влияете на процесс голосования, понимаете, как лидер. То есть вы говорите и так, и так, вот я тут изучил такие вещи. Вот то, что компания сейчас дает, я считаю, нужно идти другим путем. Надо вот это, вот это, вот это. Все, вы рассказываетесь, пожалуйста. Мы хотим сделать такую площадку открытую, где будет перевод сразу. То есть это тоже одна из стратегий. Почему мы к этому пришли? Потому что мы столкнулись с тем, что переводчики недостаточно качественно переводят, синхронисты. Почему сейчас только на русскоговорящую аудиторию, завтра будет Альяна говорящую отдельно и на англоговорящую. Ну, там уже не я буду, а ребята будут, чтобы без перевода. В смысле переводчики иногда плохо переводят. И мы хотим создать такую платформу, при которой люди будут голосовать. И если ты имеешь уже определенное количество структуры у людей, то бишь ты как лидер, то тогда ты имеешь возможность влиять на эти процессы вообще. Понятненько, да? Мне задали вопрос, сказали, ты же понимаешь, ты можешь так бизнес потерять и так далее, и так далее. Ну, потому что приходит лидер, у которого там 70% сеть, это все 70% держателей токенов, да? И все, и тогда фактически оно переходит как бы управление к этому лидеру. Ну, с одной стороны, да? Я считаю, что это здорово, все 70% и эти все люди так голосуют, значит, это реальная сегодняшняя жизнь, значит, нужно так идти к этому направлению. Значит, чтобы мне ставить свою точку зрения, значит, я должен привлекить еще больше держателей токенов, чтобы моя сеть перевысила, и тогда, чтобы у него осталось 30%, а у меня 70%, да? Ну, в таком плане. То есть, это нормальная, справедливая форма развития, скажем, как бизнеса, так и общества.